В МИД объяснили слова Лаврова о Курильских островах. В МИД объяснили слова Лаврова о Курильских островах 16.55.15.2019 года. Обновлено. 17.24.15.2019 года. РИА Новости. Сергей Красноухов. Южные Курилы. РИА Новости. Сергей Красноухов. Москва. 15. АВК. РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов. Выступая на молодежном форуме «Территория смыслов», Лавров напомнил, что Россия, как продолжатель Советского Союза, готова выполнять взятые им обязательства, в том числе о передаче Японии островов Хабама и Шикотан после заключения мирного договора. 9 августа, 10.00 сказано в эфире радио «Спутник». Острова российские. И точка. Почему Южные Курилы оказались японскими. На сайте Олимпийских игр 2020 года в Токио четыре российских острова оказались включены в состав Японии. Этот факт прокомментировал в эфире радио «Спутник». Директор Института стратегического планирования Александр Гусев. В декларации от 1956 года примечания редакторов, четко было сказано, что Россия и Япония больше не воюют друг с другом. И, исходя из доброжелательного отношения к Японии, учитывая интересы японского народа, Советский Союз готов после заключения мирного договора передать Японии островах Хабама и Шикотан в качестве жеста доброй воли, заявил Лавров. Препятствием к передаче глава МИД назвал нежелание Токио признать итоги Второй мировой войны. Но, по его словам, он не считает ситуацией тупиковой, а МИД готов продолжать развитие российско-японских отношений во всех областях. «Наша официальная позиция», — отметила Захарова в комментарии радиостанции «Говорит Москва». 6 августа, 22.09 радио. На грани. Посла Японии вызвали в МИД и закурил. При этом в МИД раскритиковали СМИ за нечистоплотную интерпретацию слов главы ведомства. «Обращаем внимание на то, что любые спекуляции в духе Лавров озвучило условия передачи островов Японии недопустимые являются дезинформацией», — приводит «Говорит Москва» сообщение Министерства. В МИД также подчеркнули, что Москва готова продвигаться в диалоге с Японией только после признания ей итогов Второй мировой войны в полном объеме. Ситуация с островами. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан и Туруп и Грядухаба-Маи, ссылаясь на двусторонний трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит. 8 августа, 08.00 РИА Новости. Токио передумал бороться за Курилы. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабама и Шикотана. Судьба Кунашира и Турупа при этом не затрагивалась. Однако последующие переговоры ни к чему не привели и мирный договор страну так и не подписали. В ноябре прошлого года в Сингапуре прошла встреча глав России и Японии Владимира Путина и Синдзо Абе. Тогда японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе декларации 1956 года. При этом российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе и российский суверенитет над Южными Куилами.